Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня поговорим о том, как в условиях пандемии и борьбы с коронавирусом работает областной онкологический диспансер. А также поговорим о тех результатах, которые диспансер получил в ходе реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Расспросим об этом нашу гостью в студии телеканала НТК-21, главный врач областного онкологического диспансера, главный внештатный онколог ЕАО Елена Басова. Здравствуйте, Елена Анатольевна! Здравствуйте! Елена Анатольевна, ведется всемирная борьба с пандемией, с коронавирусом и наш областной диспансер тоже включился в нее. На самом деле мы включились в нее, в борьбу. Давно, с апреля месяца, наш рентгенологический кабинет, который расположен на базе инфекционной больницы, с апреля месяца обслуживает пациентов, которые находятся на лечении в инфекционном госпитале. Сейчас была поставлена другая задача, задача о том, чтобы помочь амбулаторным пациентам в диагностике ковидной инфекции. Поэтому мы озадачились данной проблемой, организовали работу нашего диагностического отделения, именно компьютерного томографа в две смены и подключились к решению этой проблемы. Для этого пришлось перестроить или донастроить работу всего учреждения, разные потоки, чтобы пациенты традиционные, так скажем, онкологические, не пересекались с теми, у кого подтвержден ковид. Конечно, нужно учитывать, что основная задача онкологического диспансера – это оказание специализированной помощи онкологическим пациентам и финансирование тоже целевое, направленное на лечение онкологических больных. Но, тем не менее, организационные проблемы были решены, работу организовали в две смены, с 8 до 2 часов, когда работает первая смена, проходят обследования наши онкологические пациенты. И с 2 до 8, до 6 ведется прием пациентов по направлениям, и далее мы работаем с информационной платформой. Удвоение практически работы, наверное, произошло. Ну как вот коллектив справляется, и врачи-то ведь тоже болеют? Коллектив справляется, медицинские работники тоже, к сожалению, болеют, но, тем не менее, работа с помощью новых технологий, описание рентгенологических снимков, возможное с помощью информационной платформы, очень помогает в этом вопросе. Коллектив справляется. Это хорошо. И главное наше, так сказать, орудие во всей этой борьбе – это СКТ-аппарат. Чем, какие он преимущества имеет, как диагностическое какое-то устройство, оборудование, по сравнению с другими какими-то методами, тестами? Ну мы понимали, что такой диагностической базы в других лечебно-профилактических учреждениях области нет, поэтому, в общем-то, и понимали ту ответственность, которая ложится в данный момент на нас. Но я хочу сказать, что нельзя ставить вопрос так, что это основной момент, то есть получение заключения по СКТ, на котором можно поставить диагноз новой коронавирусной инфекции. На самом деле диагноз – это достаточно комплексное понятие. И, конечно, нужно учитывать и данные анамнеза, клиники, лабораторные тесты. Но, тем не менее, это очень важный момент диагностики новой инфекции. Ну он что-то сразу отображает, показывает нам наглядно и результаты быстро выдаёт. Всё равно определить можно гораздо быстрее. Результаты мы получаем быстро, в течение суток. И, конечно, если лёгкие поражены, видно это поражение и видно степень этого поражения. Ну так вот чувствуется, что не то чтобы ажиотаж, но есть определённое такое стремление людей попасть любой ценой к этому томографу, пройти это исследование. Что Вы думаете на этот счёт? Я думаю, что этот ажиотаж, он понятен. Потому что психологически люди в течение полгода испытывали такое нагнетающее воздействие от средств массовой информации, о тех страшилках, которые описывали при поражении лёгких фотографий. Различные ролики, помню, в интернете рассылали. Такие, достаточно устрашающего характера. Поэтому понятно то желание сделать и определиться, всё ли у тебя в порядке с лёгкими. Но на самом деле всё-таки я призываю успокоиться жителей области, потому что не всегда степень поражения и диагноз коррелируют между собой. И не всегда от этого зависит лечение. Допустим, пациентам с бессимптомными и лёгкой формой от степени поражения лёгких лечение не зависит. То есть в любом случае, если у вас бессимптомное или лёгкое течение новой коронавирусной инфекции, у вас есть какая-то степень, небольшое поражение лёгких, 10-15-25%. На самом деле лечение от этого не изменится. Будет это поражение 10-15% лёгких или его не будет. Поэтому, конечно, должны быть всё-таки показания, которые определяет не пациент, а определяет врач к этому исследованию. И кто же может это исследование пройти и кто должен его пройти? В каком случае направляют? Мы работаем в рамках обязательного медицинского страхования. Поэтому жители области, которые имеют полис обязательного медицинского страхования и имеют направление от любого ЛПУ врачебной комиссии, то есть ЛПУ определяет в составе врачебной комиссии показания к данному исследованию. Эти пациенты проходят исследование совершенно бесплатно. Но есть, конечно, как всегда и те, кто просто хочет для себя пройти это исследование. Это самостоятельно обратившиеся люди. Они тоже имеют право пройти это исследование, но уже в другом формате за определенную сумму. На коммерческой основе, да? На коммерческой основе. Можно пройти и сделать это. А так только по направлению? Врачебная комиссия, да. Чем еще чревато такое исследование? Я слышал, что есть определенная лучевая нагрузка. Насколько это может повредить человеку? Ну, действительно, лучевая нагрузка есть. Повредить человеку однократно, конечно, это не может. Это не вызовет какие-то осложнения, ну и тем более там лучевую болезнь. Но если люди очень часто делают исследования, сопряженные с лучевой нагрузкой, это достаточно может вызвать ослабление как иммунного статуса человека, так и при многократном превышении допустимой нагрузки вызвать определенные заболевания, в том числе онкологические. Это же, по сути, происходит рентген облучения, да, и человеческий организм представляется послойно потом, да, в каких-то кондиаграммах. Ну, если мы говорим об одном-двух исследованиях, то, конечно, это не грозит какими-то осложнениями. Но есть люди, которые действительно очень часто пытаются сделать это исследование. Заглянуть внутрь себя, все богатое внутреннее. Да, что-то найти, что-то определить, поэтому, конечно, здесь могут быть какие-то осложнения. Ну, а явные категоричные противопоказания есть в этом? Да, есть явные категорические противопоказания. Прежде всего, это тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, сердечная недостаточность, хроническая ишемия головного мозга и психологические отклонения некоторых людей, да, в плане клаустрофобии. Потому что все-таки бои закрытого пространства, ну, присутствуют у какой-то части человечества. Ну, тем не менее, замечательно, что у нас такое оборудование есть, такой аппарат. И вообще, в начале нашей беседы вы отметили, что таких диагностических мощностей, ну, наверное, в других лечебных учреждениях области нет. У нас средоточие прям. Нет, да, пока нет. И весь этот год эти мощности, они только наращивались по реализации проекта национального, борьба с онкологическими заболеваниями. Вот на сегодняшний день, какой вход процесса, какие результаты есть? Ну, несмотря на пандемию, реализация проекта национального, борьба с онкологическими заболеваниями, она не приостановилась. И то, что было запланировано, было реализовано нашим диспансером в плане переоснащения медицинских организаций. Было закуплено 29 единиц оборудования, планировалось изначально 27, но с учетом экономии нам удалось закупить еще 2 единицы дополнительных. Были реализованы все финансовые средства, которые были предусмотрены, это более 111 миллионов рублей. И, конечно, мы постарались укрепить и сохранить нашу диагностическую базу, прежде всего обновлением аппаратов УЗИ, как экспертного класса, то есть больших стационарных, так и переносных, которые нам нужны для выездной работы или для работы в операционных. Мы до закупали диагностическое эндоскопическое оборудование, потому что это сейчас самое основное направление, которое помогает диагностировать опухоли на ранних стадиях. По тяжелому оборудованию, конечно, нет, у нас еще достаточно новое оборудование, касающееся МРТ, СКТ. И немножечко мы дооснастили наши операционные. – Сейчас это оборудование уже в строю, операции ведутся, и какое-то может быть наиболее востребовано на данный момент. – Оборудование все введено в эксплуатацию, у нас только одна единица еще не поставлена, вот буквально ждем на этой неделе. И, конечно, оно работает и используется. Это то оборудование, которое используется в повседневной работе. Но, конечно, с учетом нового комплектования эндоскопического оборудования, мы планируем какие-то новые направления развивать. Допустим, вот эндоузи у нас в городе еще никто этим не занимается. Вот мы обучили доктора, мы дооснастились и планируем развивать это направление. – Это что, новые операции, новые методы исследования, новые возможности, лучшее качество? – Это новые возможности исследования опухолей желудочно-кишечного тракта и возможность малоинвазивными способами достичь максимума диагностического материала и возможность оперативного лечения небольших опухолей поверхностных. – Малоинвазивные проводили уже на новом оборудовании? – Пока не проводили. Только пробуем. – Рассказывая об этом, Вы упомянули выездную работу. Я вот сейчас думаю, хорошо, что в областном центре учреждение так укомплектованно оснащено. А как же в районах? Не остаются ли они без внимания? – К сожалению, этот год внес свои коррективы. И я думаю, что наши пациенты, которые в районах, они все-таки остались без внимания. Это надо признать. Потому что не велась выездная работа, а первичные медицинские организации, они были все-таки переориентированы на лечение больных с новой коронавирусной инфекцией. Тем не менее, мы вот решили, несмотря на такую достаточно еще пока напряженную обстановку в области, решили немножко возобновить свою выездную работу. Потому что в прошлом году она велась очень активно. Вот она принесла свои результаты. У нас увеличилась заболеваемость. Это же хорошо, когда заболеваемость увеличивается. Это говорит о хорошей выявляемости. – Об обнаружении. – Да. При этом с увеличением заболеваемости снизилась смирность. Как бы такой хороший разрыв. Поэтому мы решили в декабре посетить два района. В эту пятницу у нас будет работать бригада из онкомомолога, онкогинеколога в Ленинске. И 18 декабря мы планируем посетить Октябрьский район Амурзет и дополнительно взять с собой эндоскописта. – Это в районных поликлиниках? – Да. Администрация районных больниц, она предупреждена. И мы просим вести запись для упорядочения работы. Потому что, когда слишком много народу, чтобы не было суеты и бессмысленности. – Большое спасибо, Елена Анатольевна, за содержательный рассказ, сообщение. Но главное спасибо за ту работу, которую делаете вы и ваш коллектив. Редактор субтитров А.Семкин